Осень – одно из самых красочных времен года. Все городские улицы, скверы и парки украшены разноцветными листьями, что настраивает горожан на вдохновленный лад. Да, восхищаться красотой и чистотой улиц приятно, но, возможно, это благодаря усилиям работников жилищно-коммунальных служб. Именно они собирают это яркое убранство под ногами, чистят скверы и парки, ежедневно наводят порядок и уют на различных городских локациях. А работы действительно много, ведь не зря говорят, что Брест – зеленый город. Даже в центре сохраняется много красивых деревьев и кустарников. Работа у нас строится так – с 6 до 7 обычно люди собирают мусор. После 8 часов люди уже начинают выгребать листво. Но так как у нас центр, ее очень много здесь, мы стараемся после 8 часов больше всего его выдувать. Выдуваем мы ее в первую смену до 2 часов, и бывает, что вторая смена с 2 до 6 вечера. Также, естественно, мы ее сразу убираем. Благодаря усилиям наших сотрудников и также обученным сотрудникам на воздуходубках она убирается легче и быстрее. Для того, чтобы людям было легче работать, конечно, у наших предприятий закупают им инвентарь разный. И грабли, и высуходуйки. Все у нас для этого имеется. Да, для специалистов Брестского коммунального хозяйства осень – это самое напряженное время работы. И это хороший период не только для благоустройства городских территорий, но и для озеленения. Осень является благоприятным временем для высадки многолетних растений, которые уже весной сделают наш город Брест еще ярче и красивее. У нас сейчас благоприятный период, и по всему городу производятся посадки. В том числе это в рамках компенсационных высадок по объектам и плановых посадок, которые запланированы по году по городу. На данном объекте у нас высаживаются эти туи, сморакт. Будет выживано порядка 700-800 штук. Ну, все будет зависеть от возможности вместить их в заданные локации. Также по всему городу у нас производится посадка. Это в учреждениях дошкольного и школьного образования. Это садики школы. Везде производим тоже в каждом садике школы. Высаживается порядка 150-200 штук. И производятся посадки на общегородских территориях. Мы высаживаем сейчас на Смирново, в районе хлебокомбината, в районе Речицы – это больница, улица Школьная. Также производятся посадки. Спорить о том, что работа по городскому озеленению проводится масштабно и бессмысленно, потому как в Перму регионе осталось не так много свободных мест для высадки новых деревьев и кустарников. Оно и понятно, ведь степень озеленения в городе над Бугом составляет более 45%, что является одной из самых высоких показателей среди областных центров нашей страны. Но останавливаться на достигнутом никто не планирует. Будут еще запланированы локации, кроме посадок хвойных, туи, также будут посадки еще лиственных. Это будет, скорее всего, локация Парк Мира, возможно, там будет порядка 30 штук. И улица Дубровская, там было произведено благоустройство, устроены новые газоны. Там тоже будет произведена высадка, тоже порядка 40-50 штук лиственных деревьев. И благодаря такой слаженной работе Первый регион не только сохраняет статус зеленого города на протяжении уже многих лет, но с каждым годом увеличивает масштабы озеленения и благоустройства улиц и дворов. Ирина Левчук, Эдар Бакунович, Ирина Лемонтович, Новости Бреста.